А пока те, кто должен следить за порядком, следят за своим кошельком. Земельные участки, пятиэтажные особняки, элитные машины. И всё это за 10 тысяч гривен, заработанных за последние 5 лет. Журналисты программы «Наши гроши» рассказали об имуществе тёщи главного завхоза нацполиции Ивана Наумова. Подробнее о пенсионерских активах в нашем материале. Люксовые Мазератти, участки под Киевом и на берегу Чёрного моря, пятиэтажный недострой стоимостью в полмиллиона. Всё это принадлежит Татьяне Зачиняевой, тёще простого полицейского завхоза Ивана Наумова. По данным журналистов программы «Наши гроши», в этом году почти за 100 тысяч долларов она купила 39 соток земли у киевского водохранилища и уже строит здесь дом. Ещё 36 соток неподалёку приобрела по такой же цене. А в Николаевской области у тёщи завхоза ещё два участка. С видом на море. В феврале в гараже Зачиняевой появился Мазератти Леванте. У официального дилера такое авто стоит порядка трёх миллионов гривен. Но журналисты раскопали, что машину уже выставили на продажу. Практически по дешёвке, за 90 тысяч долларов. При этом официальный доход пенсионерки за последние пять лет – 10,5 тысяч гривен. Её зять Иван Наумов до середины двухтысячных работал в правоохранительных органах Донецка, потом в Киеве, а в 2012-м переехал в Винницу, затем снова вернулся в столицу. Начальник департамента управления имуществом нацполиции зарабатывает немного. Ещё три года назад он получал по 12 тысяч в месяц, а в прошлом – аж по 38. Его жена последние три года не работает, но на Volkswagen Touareg за полтора миллиона деньги где-то нашлись. Напомню, такими же автомобилями владеет ещё один простой полицейский – замначальника главного следственного управления Дмитрий Бут. Он, как и его коллега, тоже живёт на одну зарплату – 200 тысяч в год. Тем не менее, у членов его семьи денег на шикарную жизнь хватает. Две квартиры и три паркоместа у жены, дом в элитном посёлке Горениче у отца и отельный комплекс на Бердянской косе у матери. Дети Бута учатся в элитных столичных школах, а старшая дочь получает образование в Великобритании. Отдыхает Бут тоже не в родных краях – Анталия, Цюрих, Милан, Дубай, Венеция и Рим. Только за перелёты чиновник заплатил от 300 до 900 тысяч гривен. И это далеко не полный список расходов семьи Бута. Происхождение его денег – не загадка и не секрет для многих, но их должны увидеть антикоррупционные органы. На прошлой неделе полицейского чиновника вызывали в НАПК на допрос по поводу шикарного подарка – внимание, собачки – за 160 тысяч гривен. Но и это Бут проигнорировал. После серии наших материалов в НАПК решили всё-таки провести полную проверку декларации Дмитрия Бута, но пока её результаты неизвестны. Народные депутаты накануне были возмущены тем, что дело о незаконном обогащении следователя передали фискалам. Они настаивают, что подобные расследования должны вести детективы НАБУ.